Данный случай произошел из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем, как стало уже известно, Радаевым, 70-го года рождения, который, проигнорировав не только знак «Стоп», а также звуковое, которое вот сейчас слышится, а также и видимые сигналы остановки, при идеальном, будем говорить, видимости светофора, нарушил грубейшее все и, будем говорить, не остановившись, не, будем говорить, как-то среагировав на тормоза, будем говорить, выскочил на переезд и был сбит дизель-поездом при том, что машинист дизель-поезда погиб. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 3 человека, 30 человек пострадало. МЧС России оперативно среагировало на данную ситуацию, выехали от пожарно-спасательных подразделений. На данный момент авиация МЧС России уже одного эвакуировали в больницу Санкт-Петербурга, конкретно в революционный центр МЧС России. У нас на данную минуту в оперативной готовности находится еще один вертолет Ми-8, который готов эвакуировать пострадавших в городе Санкт-Петербург. В нашу больницу поступило 12 пострадавших по дорожным транспорту происшествия с участием рейсового автобуса. Все они поступили в тяжелом состоянии. Первый пострадавших 14-16, последний буквально минут 15 назад. Доставляли бригадами скорой помощи, но также были пострадавшие, которые самотерпно обратились на подводный транспорт. Пациенты, как я уже сказала, все тяжелые, все нуждались в экстренной помощи. Работа по сей момент продолжается. Работает несколько бригад. У нас сегодня как раз в больнице областные специалисты. Они не специально приехали, а приехали для общения с нами. Они принимают участие, спасибо, помогают нам. Операционные все заняты. Диагностические исследования проводятся все. Режим рабочий. И на этот момент один из пострадавших уже из операционной эвакуирован в бригаду СНВАЦ НЧС в господи речи. Все пострадавшие имеют большую часть сочетанных травм и сотрясения головного мозга, ушиб головного мозга, скелетные травмы. Из 12 пострадавших 11 в состоянии шоков.